Мы находимся на выставке Household Expo. В рамках выставки проходит деловая программа. У нас эксперты. Иван, расскажите, пожалуйста, что рассказывали, чем делились с аудиторией, как дела у рынка вообще? Рассказывал о динамике рынка Household. Итоги 2018 года. Рынок прирастает. По нашим предварительным оценкам на 4 с небольшим процента этот сегмент розничной торговли прирастает. Но динамика рынка, к сожалению, чуть хуже, чем в других секторах розничной торговли. И, конечно, товары для дома – это не товары первой необходимости, на которые россияне выделяют основную часть своего бюджета. Но те же опросы россиян показывают, что они достаточно активно сейчас хотят улучшать свои жилищные условия, обновлять помещения как с точки зрения какого-то глобального ремонта, так и с точки зрения покупки мебели и товаров для дома. Поэтому в целом, хотя и скромные показатели по росту рынка, но потенциал для дальнейшей положительной динамики сохраняется. И надеюсь, что в 2019 году будет реализован. А вот этот рост 4% он за счет чего? За счет импорта, допустим, китайского или за счет увеличения производств в России? То есть что является параметром роста? Ну, рост происходит за счет увеличения спроса на продукцию, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, как активно растет объем продаж этой категории товаров, так назовем их альтернативные каналы торговли. Потому что в России не сформировался сегмент ротничной торговли, которая бы специализировалась на товарах для дома. Есть такие примеры на Западе, но у нас есть небольшое количество сетей, которые работают в этом сегменте. Это из крупных сетей, это, наверное, можно назвать, ну, конечно же, Икея, которая это совмещает с мебелью. Это сети фиксированных цен, допустим, FixPrice, которая уже больше 3000 магазинов имеет в России по итогам 2018 года. Это торговая сеть домовой, которая как раз одна из немногих специализируется на товарах для дома. Все эти сети продолжают свое активное развитие, открывают новые магазины, экспериментируют с форматами. И тем самым привлекают все больше и больше покупателей. Но также ассортимент товаров для дома очень интересен для, как я сказал, альтернативных продавцов этого товара. Ну, альтернативных, конечно, в кавычках, потому что традиционно товары для дома россияне покупают в гипермаркетах FMCG, в гипермаркетах DIY, в сетях таких, как Leroy Merlin, Maxidom, или, если мы говорим о гипермаркетах, всем известных Лента, Ашан, другими операторами этого рынка. Спасибо большое. Не переключайтесь. Скоро включение с новыми экспертами с деловой программы с HouseholdExpo. Спасибо.